Жизнь на севере невозможно представить без рыбодобычи. В этом году в данной отрасли были как проблемы, так и достижения. Одним из них можно смело назвать приобретение Неницкого рыбаколхозсоюза. На смену устаревшим кораблям семей рыболовецких колхозов пришел траулер Печора. Он позволит не только добывать рыбу, но и перерабатывать ее. В канун Нового года мы побывали в гостях у Неницкого рыбаколхозсоюза. Это первый пробный рейс нового траулера Печора. Рыбаки уже оценили всю мощь и удобство современного судна. Когда будет налажена работа и доустановят необходимые элементы, траулер расширит возможности предприятия. Вместе с проверенными судами НЕС, Заполярье и Серпухов, Неницкий рыбаколхозсоюз сможет осваивать квоты в полном объеме. Впрочем, и в этом году предприятие освоило квоту на 100%. Улов составил более 13 тысяч тонн рыбы. Половина улова идет на экспорт. Часть скупают другие регионы России. Остальное поступает сюда, в рыбоперерабатывающий цех. Здесь из рыбы делают полуфабрикаты и готовую продукцию. Какую именно, сейчас узнаем. Экскурсию по производственным помещениям нам проводит Данил Бараков, технолог рыбоперерабатывающего цеха. В данное помещение заводится мороженая рыба, где происходит ее дефростация. Также она раскладывается по видам. В течение суток она тает. И на следующий день, получается, ее уже можно пускать в переработку. На соление, на разделку, на копчение и так далее. Здесь ее разделывают на соление, на копчение, градируют. То есть, разные операции. В данном помещении идет ее посол. Тоже в зависимости от вида и какую мы хотим получить продукцию. Солится различными способами. Тузлуком, солью и так далее. Вся работа по разделке рыбы выполняется вручную. В день через одного работника может пройти до 300 килограммов рыбы. В зависимости от вида продукции, разделанные тушки отправляются на соление, вяление или копчение. Вот, в принципе, у нас получается конечный продукт на выходе, начиная от заморозки и заканчивается уже копченой рыбой. Так вот, таким образом она развешивается. Изи, сеги, зельди, верши. И вот непосредственно самый цех копчения. Эти две печи у нас холодного копчения. Это печь для горячего копчения. На чем коптите? Мы коптим на ольховом опилке. Без добавления каких-нибудь добавок, без жидкого дыма. Все, только натуральное. Фасуют готовую и слабосоленую продукцию в следующем помещении. Там установлен вакуумный аппарат, который позволяет продлить свежесть продукта. Сколько рыбы в вакуумной упаковке может помещаться? До двух месяцев. Ничего с ней не будет? Нет. От 0 до минус 5. Вот такая вот красивая упаковочка получается. Дальше тоже пробиваем бирочку и в магазин отправляем. Сами любите зельдь? Очень люблю. Часто едите? Зельдя, по-моему, все любят. И все хучи берут со всех регионов страны, посылки идут. Осенью 2016 года в цехе запустили производство полуфабрикатов. Ненецкий рыбак-колхоз «Союз» потратил около 8 миллионов рублей собственных средств на возведение пристройки, в котором делают новую продукцию. Теперь у жителей округа есть возможность купить рыбные котлеты и пельмени. Сюда закладывается фарш, сюда тесто и тут муку, чтобы не прилипало. Потом все выкладывается на поднос и относится к шоковой заморозке. Сколько в сутки вы пельменей делаете? От 20 до 25 килограммов. Килограммов? Да. А сами пробовали эти пельмени? Да. Ну и как? Очень понравилось. Первый раз попробовал. Раньше думал, как-то не очень, а оказалось вкусно. Председатель Ненецкого рыбак-колхоз «Союза» Алексей Детятев новым производством и работой коллег доволен. Предприятие покрывает потребности населения округа в рыбе и рыбной продукции, а это порядка 150 тонн в год. С треска из Баренца моря. То есть мы держим цену где-то порядка 180-207 рублей. То есть на сегодняшний день в России таких цен нету. То есть они все 250, 270, 280. То есть мы умышленно не поднимаем цены для налимарского потребителя, получается, для своего потребителя. Когда продукция готова, она отправляется на склад, где дожидается своего заказчика или сразу идет на реализацию. Здесь, в рыбной лавке, завершается большое путешествие морской и речной рыбы. В копченом, вяленом, соленом и свежемороженом виде она поступает на прилавки магазина, где, кстати, долго не задерживается. Жителям и гостям округа предлагается более ста наименований рыбной продукции. Расходится она быстро. Например, свежемороженые трески ежедневно покупают в 60 килограммов, а всеми любимых копченых зельдей уходит килограммов в 50. А сами вы какую рыбу больше всего любите? Ну, в основном, наверное, нашу северную рыбку. Семга, зельди, сик. И будете работать до 31 лет? Обязательно, обязательно. Конечно, конечно. Работаем в обычном режиме. Добро пожаловать в наш магазин. Валентина Чебичек, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Добро пожаловать в наш магазин! Добро пожаловать в наш магазин!